Огромный привет всем, кто любит обзоры заказов по каталогу Avon. Я сейчас покажу по пятому каталогу, что я заказала, что заказали мои знакомые. Снимаю уже девчонки третий раз. Две пародии получилось снять. Первый раз сняла. Так выложилась, так старалась. А получилось, что камера сфокусировалась не на мне, а на одном предмете, который был около меня. И весь ролик я была просто мутная. Второй раз начала снимать, сняла уже хорошо, но, к сожалению, уже не получилось так выкладываться. Понятно, что если повторяешь уже одно и то же, оно не так смешно уже и не так интересно. Для меня, по крайней мере. Но те, кто не видел первый вариант, возможно, будет интересно смотреть второй. Ладно, неважно. Сейчас хочу просто показать обзор того, что я заказала и мои близкие. Уже сразу выложила то, что я открывать не буду, в принципе. Ну, что-то я уже открывала, правда, в этой пародии. Детские средства. Это у меня знакомая заказала для своего ребенка. Сладкие сны с ароматом лаванды. Это детская пена для ванны. И средства для купания. Я просто сама лично не пробовала. Не знаю, что про него сказать. Аромат лаванды. Без слез. Его берут хорошо. Советуются, как бы, детей на ночь. Ну, лаванды-то, она. Для вечернего купания хорошо подходит. Гель Сенсис. Не знаю, мне кажется, он без комментариев идет. И вот в пятом каталоге он шел вместе с мочалочкой. Вот она рядышком лежит. У меня тоже знакомая заказала. Также она заказала вот эти дезодоранты. Кто-то их хвалит, кто-то ругает. Но чаще я слышу, что их хвалят. Сама не пробовала. Поэтому, если честно, то не знаю, что про него сказать. Ну, как девчонки вот говорят на ютубе, да, что 48 часов он, конечно, не тянет. Но определенное количество времени помогает неплохо. Ну, сама не знаю. Маски. Одну маску взяла моя сестренка для волос. Вторую маску я взяла себе. Они просто в пятом каталоге. Выгоднее было брать две. Там за 300 с чем-то рублей шли две штуки. Ну, в общем, выгоднее. Поэтому я взяла себе вторую. У меня такая маска сейчас есть. Я брала ее по совету Юлю Немака. Привет, Юлечка. Очень мне эта маска нравится. Мне также еще Жанночка. Привет, Жаннули. Тебе тоже огромное. Посоветовала использовать любую маску. Но я использовала именно эту. Вместе с маслами от Ифраше на волосы. То есть я наносила на сухие волосы масло. Наносила эту маску поверх масла. И под шапочкой 4 часа даже больше, наверное, ходила. Вечером потом мыла голову. Бальзамом промывала голову. Девчонки, волосы сутки у меня уже просто живые, настоящие. У меня, наверное, в детстве такие волосы были, какие они у меня сейчас. Поэтому рекомендую. У меня они сейчас пересушены от того, что я постоянно крашу. Но единственное, что я их еще вчера и подровняла. Кончики подстригла. Посоветую уже Игорюшке. Привет, Игорь, и тебе. Спасибо тебе за советы. Кстати, все, кто интересуется волосами, как за ними ухаживать, я советую зайти на канал Игоря Мужты и посмотреть его советы. Потому что он по специфике работы связан с волосами, он парикмахер. И поэтому я бы советовала послушать его советы. Заговорила, да? Посоветовала советы. Ну ладно, неважно. Уже просто полтретьего ночи. Это уже заметно. Так, дальше. Что я заказала? Заказала я себе вот такие два крема. Они шли просто по смешной цене. Крема Нью по 15 мл. Дневной и ночной. Они мне еще по возрасту, конечно, чуть-чуть родноваты. Они идут 45+. Но я взяла, вообще говорят, лучше более поздние, возрастные крема, чем, например, 25 брать плюс, а тебе, может быть, 30 с хвостом. Буду пробовать. Хочу дневной и ночной попробовать. Они были по 159 рублей. В общем, грех было не попробовать. Я решила взять. Консистенцию я показала, в принципе, в пародии уже. Крема хорошие. Вот еще раз покажу. Так, вот с этой стороны у меня хорошо. Вот такие, достаточно густые, то есть ничего не выпадает, не вытекает. Ну, я думаю, будет хорошо. Если... Может, я прямо охрипла. Если я говорю тихо, включайте, девчонки, наушники. Просто полтретьего ночи, действительно, у меня семья уже спит. Так, дальше. Дальше, наверное, я покажу маски. Я себе решила набрать масок. Мне действительно одна маска не пришла. Уже не помню, какая. Вот эта вот синенькая была по распродаже. А вот эти вот три и еще четвертая, которая не пришла, они были выгодно... В общем, две штуки брать за 199, по-моему, рублей. Я взяла четыре. Вот. Одна увлажняющая, укрепляющая и тоже увлажняющая. А вот четвертую не помню. Ну, и вот эта очищающая маска Планета СПА. Кстати, смотрится как красиво, правда? Вот. В общем, вот такие вот масочки. Буду пользоваться, пробовать. Планету СПА все хвалят. И я думаю, я буду тоже из числа людей, которые будут эти маски хвалить. Так. Следующее, что я покажу. Скорее даже не то, чтобы покажу. Тут особо и не показать. Все запечатано. У меня подруга заказала своему ребенку вот такой вот игровой коврик. Вот если с моим пальцем. Вот целая фаланга. Кубик. Большой кубик для маленького ребенка. Хорошо. Много фишек разноцветных. И сам коврик. Я в каталоге сейчас покажу, как он выглядит. Выглядит он вот так. Стоил он 299 рублей. Размер этого коврика был метр на метр. Хочу сказать, что он, сам материал-то пластик. Клеенка. Материал клеенка. Если ребенок совсем маленький, я думаю, будет по нему ползать, сбивать. Но в целом клеенка достаточно вроде такая плотненькая. Уж не совсем как тряпочка. Ну смотрите, девчонки. Не сказала бы я, что прямо вау. Но можно все равно покупать детям. 300 рублей еще скидка. Ну, я думаю, нормально. Для игры, напольной игры, для детей нормальная цена. Разумная, по крайней мере. Дальше еще я себе взяла. Тоже по распродаже была. Планета СПА. Экзотика Бали. Скраб для тела. Скраб такой перламутровый. Частички там не сильно выражены. Уж не буду я. Аромат приятный. Когда эта серия была в каталоге, я ее не застала. Я позднее начала заказывать. Поэтому что-то в распродаже увидела. И почему-то очень захотела взять и попробовать. Ну, пусть будет. Так, следующее, что я покажу. Вот здесь вот я стороночку уже поставила. Себе тоже взяла. Была очень хорошая скидка. Около 400 рублей, по-моему. В каталоге. Скидка на некоторые платья. Четыре платья какие-то там шли. Я взяла себе розовое. Потому что у меня был пробник. Я уже знала аромат. Сейчас на себя тоже нанесла его. Очень приятный, нежный. Если кому-то интересно, то я могу сказать, что в него входит. Лимонная цедра, розовые пионы, пачули. Я в последнее время уже говорила, правда, девчонки, вам, что там, где присутствует что-то лимонное или цитрусовое, и при этом есть какая-то небольшая сладость, но у меня это вот сейчас очень привлекает и нравится. Поэтому розовое платье я буду пользоваться с удовольствием. Ну, понравилось. Действительно понравилось. Дальше была еще вот такая мужская вода. Это заказывала уже моя знакомая своему сыну, молодому парню. Вот мужская мне тоже понравилась на запах. Аромат приятный. Это туалетная водичка, 75 миллилитров в ней. Сюда тоже входит свежий цитрус, пряный шалфей и терпкий витиевер. Вот, наверное, мне понравилось, потому что здесь опять же присутствовал цитрус. Почему ночью снимаю, что... Ну, прям охрипло что-то я. Завтра утром буду отдавать уже все, и поэтому пришлось снимать уже ночью. То есть в пародии я с этой провозилась долговато. Простите, что-то я так все и кашляю. И третий аромат. Его заказала уже моя мама. Коробку я всю разодрала, да еще и с двух сторон, потому что пародию переснимала. Вот этот аромат немножко, ну, для меня оказался такой... Я к таким ароматам привыкаю. То есть вот любви с первого взгляда, вот с таким ароматом у меня не случается. Вот с этим как-то получилось. Пурбланка Блаш... Нет, это Шарм. С Блаш-то у меня все в порядке. А вот с Шармом... Сейчас я скажу, какие здесь нотки. Тут идут цветы ландыша, букет магнолий и чистый мускус. Ландыш я люблю, но вот я уже говорила, что крайне редко я встречаю в парфюмах тот ландыш, который вот мне нравится. Мне Жанночка вот прислала последнее. Да что такое, простите, девчонки. Хоть переснимай прямо. Жанна присылала мне вот ароматы, миниатюрки там от Ифраше. Вот там ландыш-так ландыш. Самый настоящий, нежный. Ну, то, что надо. А здесь он немножко вот с остальными нотами перекликается. И так вот как-то... Ну, не знаю. В общем, самого как такового ландыша я здесь не чувствую. Такой парфюм я бы посоветовала брать на пробу. Сначала все-таки дегустировать. Может быть, не каждому понравится. Ну, у меня часто бывает так, что я вам даю оценку, говорю, что не сильно понравилось, а потом привыкаю к аромату, он мне раскрывается новыми гранями, и потом я жалею о том, что не советовала. Поэтому что-то говорить еще рано. Дальше. Дальше мы по распродаже взяли вот такое вот чудо-средство. Это такая согревающая подушечка. Она всего 10 сантиметров. Вот она на ладошке. Она сейчас в состоянии уже такая-то твердом. Надо ее обрабатывать, чтобы вернуть в исходное состояние. Она вначале была очень мягкая и жиденькая такая. Тут можно, наверное, не знаю, видно. Вот немножко просвечивает такой железный кружочек, который так это щелкаешь, и начинает подушечка нагреваться. Она накрывается, она и вот как бы каменеет. И становится горяченькой. Можно ее с собой в кроватку там или еще как-то. Ну, у меня, в общем, ребенок попросил очень эту подушку. Так ему ее захотелось. Купили. А вот чтобы ее вернуть в исходное положение, тут уже сложности пошли. Вот в инструкции написано, ее надо было положить в воду, довести до кипения, 15 минут кипятить, потом, не вынимая из кастрюльки, оставлять ее там, чтобы она полностью охладилась вместе с водой. Только после этого ее вот вынимать, насухо вытирать, и через какое-то время сухую уже использовать вновь. И беречь надо, чтобы она там нигде не порвалась, не испортилась. Ну, немножко сложновато для меня вот такое хранение. Я так думаю, что она больше будет лежать, чем использоваться. Дальше заказала я себе тоже в распродаже подсвечник. Не знаю, сейчас я покажу. Я его уже доставала, правда показывала. Но покажу нормально уже, без кривляний. Вот, кстати, вынимается действительно сложновато все это из коробки. Но благодаря тому, что все плотненько, оно не разбивается. Ну что ж, надо было заранее вынуть. Я вот в пародии все трясла-трясла. И сейчас буду трясти. Ну ладно. Вот сейчас-то я ее разорву, наверное, уже, девчонки. Сейчас у меня будет третья часть пародии. Так, все, раздрала. Еще вот такие идут свечки. Три штуки. Вот они у нас запасные даже. И сам подсвечник в форме лилии. Мне кажется, вполне симпатично, красиво смотрится. Вот я так вот поставлю. Ну симпатичный он такой. Свечки такие везде продаются. Можно, кстати, в него ставить, мне кажется, и длинную свечечку. Тоже будет вполне симпатично смотреться. В общем, вот такая вот красота. Вот сюда. А коробку-то я все, я ее уделала. Я даже в пародии так не сделала, как сейчас. Ладно, пусть тут лежит. Так, дальше. Бумажки. Заказала сама себе в распродаже вот такую сумочку. Мне она понравилась. Она у меня очень подходит к куртке. Правда, единственное, она вот какая-то уж больно розовая внутри. Молния. Здесь карман на молнии. Здесь кармашек для мобильного. Симпатичная. Ничем не пахнет. Пахнет вот этим кожзамом. Достаточно мягенькая. Не маленькая. Вот моя ладонь. Такая достаточно большая. В общем, сумкой я осталась довольна. Понравилась мне сумка. Не помню, как она называлась. Хотя могу, наверное, посмотреть. Например, распродажа здесь. Сейчас скажу. Вот она. Вот она, эта сумка. Амара. 549-550 рублей. В общем, сумкой я довольна. Мне она очень понравилась. Кто посмотрел пародию, то видели, действительно, к куртке она мне к зимней подходит. Да и вообще, и летом к любому подойдет. Так, следующее. Так, это у меня помада. Я не буду ее показывать. Это у меня клиентка заказала. Я даже не знаю, какой там цвет. И в следующий уже идет подарок, который шел за заказ от 2000. Это вот такой пакетик. Ну, коробочка она собирается. Такая симпатичная коробочка. Блеск, карандаш и тени. Так, тени. На выбор были три цвета. Я взяла ретро-гламур. Если честно, тени мне не очень понравились. Вот так они выглядят. Сейчас попробую показать сводчи. Вот на камеру-то красиво вроде смотрится. Сейчас на руке попробую. Ну, видно. Вот этот вот побледнее идет, а этот такой сиреневый. Я очень хотела сиреневые тени, но у меня почему-то с ними сложности. Не могу выбрать, чтобы не выглядели синяками. Ну, вроде бы, мне кажется, так-то вроде светится-то красиво. Ну, посмотрим. Карандаш, по-моему, шел черный. Я его даже не смотрела, если честно. Он шел тоже в подарок. Да, черный, который надо точить. Ой, какой яркий. Он, видимо, даже у меня подтаял. Прямо еле дотрагиваюсь. Ярко рисует. Так, и блеск. Сейчас покажу. Блеск я даже не открывала. Наверное, я тихо говорю, девчонки, мальчишки, кто смотрит. Боюсь, что у меня семья так и так меня слышит. Я громко. Ну, для меня громко, а для камеры-то, наверное, тихо. Так, что-то у меня не получается. Никак. Так, сейчас я попробую ножичком прихватить. С ножом-то полегче. Получилось. Ой, какая красота. Не зря открывала. Да, открывала не зря. Красивый какой. Так, сейчас попробую нарисовать. Вот. Ой, какой яркий. Прямо как шарик на дискотеке, да? Такой яркий. Я, конечно, женщина-то блестящая. Но даже я вроде не настолько. Но смотреть приятно. Даже просто посмотреть на него приятно. Ну, красивый. Реально, красивый цвет. Необычный такой. Прямо. Прямо вау. Так, что у меня? У меня остался еще пробник. Пробник вот этой водички Butterfly. Butterfly. Beautiful Butterfly. Так, тут какие нотки вообще заявлены? Цветочно-фруктовый аромат, сочный пергамот, розовая гордыня и мускус. Ну, я его, если честно, наносила уже сегодня на себя два раза. Аромат мне понравился. Вот этот аромат мне очень понравился. такой весенний, цветочный. Вот нарисовано вокруг бабочки. Вот почему-то действительно что-то такое свежее и при этом очень нежное. Аромат интересный. Берите, девчонки, пробники, пробуйте. Мне кажется, на весну аромат приятный. Так, ну что еще показать? Давайте я вам по-быстрому покажу еще Faberlic, потому что, ну, правда, время уже 22 минуты. Не хочется мне снимать второй обзор. Уже ночь. Я сейчас, наверное, вот так отъеду просто. Так, вот так отъеду и покажу. Так, у меня сестра взяла себе для мытья посуды средство, концентрированное с экстратом алоэ вера. Аромат приятный. Пахнет, скорее, мне показалось, как будто цветочками. Ну, нежный такой, прямо цветочный аромат. Будет смайлик обнимать его. Так, что еще? Еще тоже сестра себе заказала, но у меня это средство есть, универсальное антибактериальное средство. Она у меня работает маникюриской, и вот эти средства она постоянно использует, антибактериальное, обрабатывает поверхность столов и все, что вот связано с работой. А я сама обрабатываю постоянно комнаты, коридоры, туалетную комнату. То есть, как бы, это средство мне очень нравится. Дальше. Заказала. Была скидка, если берешь два геля для душа, то, по-моему, по 79 рублей они шли. Если бы я знала, что мне Жанночка пришлет такое количество гелей, я бы, конечно, не стала заказывать. Но, тем не менее, я не жалею. Была задумка изначально взять две новинки. Но пока я смотрела обзоры девчонок, я что-то передумала и взяла мелодию Майхуа и райские острова. Райские острова, я уже знала, ароматы мне его хотелось. Он такой сладковатый, приятный, что-то медовое, цветочное. А мелодия Майхуа, вот в нем мне тоже слышится тут вот слива, Майхуа, вот эта вот кислинка сливовая с цветами вперемешку и достаточно приятный такой свеженький аромат. Скорее, вот если бы вот так вот сравнивать, это для утра бодрящий, это для вечера. В общем, вот это мне понравились ароматы оба. Так, еще что я взяла, еще я взяла два одинаковых сиси-крема. Это, они у меня пошли по купонам. Вышли они у меня совсем там за 80 что ли рублей, или в 90 рублей. Это, они идут от серии Вербена. У меня такой крем был, он у меня кончился полностью. Мне он очень понравился. Тон у него один. Ой, зафольгирован. Ну, давайте откроем. Один сестре я покупала, один себе. Давайте мой откроем. Так. Ну что у меня? Так. Вот такой цвет. Ну, он прямо, он сразу сливается с кожи, распределяется хорошо, вот все. он уже в коже. Я его брала вообще на лето, но он не подходил и зимой. То есть, пока не кончился, я им так и пользовалась. Поэтому, вот этот крем мне понравился. У меня кожа с желтоватым по тону, ну вот я распределила, вообще даже не видно, где он у меня тут и есть. Мне подходит идеально. Сестра тоже пробовала у меня, ей подошел идеально. Хотя у нее кожа с розоватым по тоном наоборот, более светлая, светлее моей и розоватый по тону, и ей тоже подошел этот крем. Поэтому, ну, реклама не реклама, но вот, как бы нам подошло обоим, хотя кожа разная у нас с ней. Так, что еще? Ну, понятное дело, фаберлик у меня идет с чаем, с чабрецом, я их взяла аж три пачки, мне они нравятся. Хочу сказать, что нравятся они не всем, поэтому не рекламирую, но беру сама постоянно. И сразу оптом покажу, вот такие тени взяла. Одна новинка и вторые не новинка. Так, вот эти тени назывались, по-моему, кожа... Не помню, как они назывались, я могу обмануть, мне кажется, кожа с твой и перчатки. Ну, номер вот, все видно. Они мне очень-очень понравились. Просто... Просто вау! Как понравились! Смотрите. Ну, очень-очень-очень красивые. Вот из этой серии у меня были так, нет, подождите, у меня были кожаные перчатки, а это, наверное, персиковая туника или как-то так. Фиолетовые мне не понравились, а вот вот эти очень красивые, не буду уже путать. Ночь сказывается. А это новинка, называется, кажется, сосновый бор. Я их взяла тоже по купонам. вот тут одни идут сатиновые тени, другие матовые. Когда я покупала, я не подумала об этом, не увидела, вернее. Вот такие цвета. Светлый сатиновый, темно-зеленый матовый. вот так они смотрятся. Ну, вполне. Они, кстати, вот тушуются между собой хорошо, поэтому я думаю, если вот их как-то смешивать, то они будут вполне красиво смотреться. Не знаю уж, как я тут показала, хорошо-не хорошо, но мне кажется, ну, вот, видно, они между собой сливаются и красивый такой получается переход. Блеск, конечно, мне очень тоже понравился. Он прямо играет. Вообще, так бы и смотрела на этот блеск зачарованно. Девчонки, вот вроде и все мои покупки. Надеюсь, я ничего не забыла, все показала, все рассказала. Уже почти 30 минут. Не знаю, на первый взгляд мне понравилось все. Единственное, вот под сомнением немножечко водичка. Надо ее потестировать еще какое-то время. И что еще? И все. Остальное мне все понравилось. Ну, вот эти вот тени тоже еще под сомнением. Я завтра их буду наносить на глаза и посмотрю, как они смотрятся. Главное, чтобы не было синяков. эффекта синяков. А так все остальное я довольна. В общем, утром я раздам уже все заказы моих знакомых. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо девчонки, мальчишки, все, кто смотрит меня. Спасибо новым подписчикам. Сейчас много новых. Спасибо за комментарии, потому что, когда пишут комментарии, это вдвойне приятнее, чем когда просто посмотрели, может быть, оценку поставили, потому что оценка оценка, а вот когда переписка, общение, разговоры, это более приятно. Ну что ж, всем до завтра, наверное, уже до переписки в комментариях встретимся уже там. Всем пока!